Я вас всех приветствую. Тема разговора – невозможность параллельных вертикальных линий на шарообразной земле. Рассматривать будем на примере небоскребов и высоких домов. По геометрической формуле «Сегмент круга» мы можем вычислить градус наклона домов относительно друг друга на земном шаре, направление оси которых направлено к центру земли. И неважно, находятся дома на разных полушариях или в одном городе. В любом случае будет разница расстояния между цокольной частью и парапетом в верхней части этих домов. Приведем пример. Если высота небоскребов равна 500 метров, а расстояние между основанием 300 метров, то на их верхней части разбег будет в 1,5 см, потому что они стоят на шаре и по-другому быть не может. Вот еще пример. Например, возьмем два типовых 9-этажных дома, которые есть в каждом городе, и рассчитаем по этой формуле. Если расстояние между ними 70 метров, а высота этих домов 30 метров, то разница расстояний между нижними этажами и верхними этажами будет в 0,3 мм. А если эти два дома в разных городах, к примеру, 150 км друг от друга, то разбег по верхним этажам будет в 70 см. Из этого следует, что параллельных по вертикали домов на земном шаре быть не может. Даже мы с вами ходим по земному шару не параллельно друг к другу, а с небольшой разницей. Вот у меня опыт в строительстве 25 лет, и я никогда не слышал о погрешности закругления поверхности и отклонения вертикальных линий. Если строится дом, его ширина кверху будет увеличиваться, чтобы не отклоняться от вертикали, так как его стены находятся на расстоянии и под углом друг к другу на шарообразной земле. Но ни в одном проекте дома я таких величин не видел. Или прокладка канализационных магистралей, например, в километр длиной. Закругление земли и гравитационного поля уже 7 см на эту дистанцию. Ни в одном проекте этих расчетов нет. Задайте этот вопрос архитектору вашего города. Он посмеется над вами и над собой в том числе. Так может все-таки задумаемся, где мы живем.